здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем шапочку полка по вашим просьбам вот в интернете очень много вы проект на эту шапочку я попыталась ее адаптировать к вязаному полотну и сегодня мы ее с вами свяжем вот первым делом пряжа пряжа у меня вот такая вот из рекламной которую мне дали попробовать но я об этом говорить не буду я скажу только о о метраже вы же берете любую ангору 550 метров 100 граммах в общем от 500 до 600 метров 100 граммах это и будет нужная пряжа alize angora gold и т.д. и т.п. angora ram все вот эти пряжи подойдут вот для вязания этого капюшона любой мохер ну в общем сама его попасть в плотность вязания вот первым делом вы вяжете образец узор вот этот вот схема очень ссылка под видео в описании из одной петли простейшие узоры на нем я останавливаться не буду я буду останавливаться только на детали и все мы будем подробно разбирать значит вы вяжете образец спицы меня три с половиной миллиметра видно думаю да значит так а теперь обновленная схема девчонки вот не смотрите ту которую на продвижение видео видео я буду показывать схема вот здесь вот число неправильно я там посчитала просто сами шишечки а там же в шишечке по два ряда вот поэтому здесь 32 ряда высоту 10 сантиметров ну а здесь все как все как было вот и схема уже красивая новая вот можете сейчас заскринить и пользоваться ею чтобы вам попасть в мою выкройку вам нужно попасть в эту плотность если у вас больше дату регулируйте толщиной спиц девчонки если вы пряжу пряжи один моток забыла сказать один моток всего пряжи вам понадобится и регулируй а сначала вы отрегулируете образец чтобы можно было следовать вот моей выкройке моему как бы капюшон далее набираем 111 петель я тут сначала написала 110 но потом вспомнила что мне нужно будет вот здесь вот одна петля по центру поэтому переписала на 111 это 55 сантиметров 111 петель вот два ряда я провязала основным узором лицевой и изнаночной и вяжем вот снизу сюда далее у нас будут вот скосы схемы я еще дорисую она у нас будет доработанная и для скоса в каждом лицевом ряду после кромочной я делаю воздушную петлю либо так вот либо из протяжки отсюда поднимаем и провязываем петлю вяжем ряд до конца пока вижу сейчас еще пару слов вам скажу вы конечно же можете допустим взять толще пряжу и вязать платочной вязкой или узором рис но важно опять же понимать что ну чтобы не вязать вот именно этим узором мне он нравится он легко вяжется и красиво смотрится будто бы какой-то прям шикарный узорчик вот пряжа у меня еще и с люрексом вот так что если допустим вы замените узор на узор рис ничего страшного не случится тоже будет очень красиво на любые другие узоры чулочной гладью можно тоже связать в общем смотрите девчонки если у вас толще пряжа вам важно попасть в эту плотность вязания а этот узор он пряжа тонкая но плотность как бы маленькая на как правильно сказать маленькая в общем если вы возьмете толще пряжу и свяжите узором рис либо эту пряжу и смотайте в два сложения и будете вязать узором рис то у вас же получится приблизительно та же плотность то есть здесь вы уже как бы регулируйте сейчас мы будем вязать ровное полотно и по краям добавлять по одной петли для скоса немного немножечко чтобы просто у нас все было очень красиво сделаем постараемся сделать очень красиво довязываем до конца и в конце мы тоже добавляем одну петлю лицевом ряду сначала в начале и в конце ряда мы добавляем по одной петли изнаночный ряд но вяжем без изменений вот здесь вот тоже в конце перед кромочной либо мы делаем вот таким вот образом либо мы делаем из протяжки накид не подходит потому что дырка будет все и вяжем таким вот образом далее изнаночный ряд мы вяжем по узору здесь в конце и в начале ряда добавляем по одной петли сколько раз я еще вам скажу это я так просто точки нарисовала чтобы понятно было что здесь добавляются петли в начале конца ряда так провязала я всего в теме с теми двумя первыми рядами 12 рядов с добавлением я провязала 5 лицевых изнаночные без добавления это значит что здесь у меня добавлено по 5 петель 5 и здесь 5 то есть здесь у меня образовалась сто двадцать одна петля после добавлений так далее с добавлениями закончили далее мы вяжем ровно по краям не добавляем но начинаем добавлять вот здесь вот вот по центру сейчас объясню как и сколько раз потом скажу значит я вот смотрите я определила 61 петлю вот она отсюда 61 и отсюда она центральная то есть 60 60 и 61 она центральная петля вот она у меня определена маркера из из этой петли мы будем вывязывать 3 петли то есть добавлять будем вот здесь вот но затылочная часть у нас будет добавляться сейчас я вижу до петли с маркером по краям мы уже не делаем добавлений вяжем ровное вязание так мы приближаемся к петле которая у нас обозначена маркером вот она и что мы делаем мы делаем из нее 3 петли вводим так как мы провязываем 1 накид и из петли вывязываем то есть 3 петли здесь мы их в изнаночном ряду будем провязывать как 3 петли сейчас я вяжу ряд до конца и изнаночный ряд до половины так вот я приближаюсь в изнаночном ряду к петли обозначенной которая у меня обозначена маркером вот она видите вот они 3 3 петли их я провязываю изнаночными все три не по узору а изнаночными то есть эти три петли у нас должны быть как три отдельные самостоятельные петли и вот и следующем ряду лицевом мы его их уже вклиниваем в узор следующий лицевой ряд мы вяжем без изменений эти петли уже провязываем основным узором эти три и изнаночный ряд тоже вяжем по узору и потом начинаем делать снова вернее не начинаем и потом через два ряда вот этот я довяжу потом еще два и в третьем ну по сути дела через три ряда в четвертом я делаю снова три вместе провязываем то есть через три петок четвертом я напишу здесь вы четвертом ряду так и вот и хочу вам показать второй раз как как выглядит вернее выглядит одинаково но из какой именно петли мы будем вывязывать вот здесь вот хорошо видно наши три петли вот они которые сделаны из одной и вот эту вот первую я провязываю то есть уже она в узоре а вот из средней мы снова вывязываем 3 1 2 3 и третья петля у нас тоже в узоре вот мы можем сейчас переснять маркер и одеть сюда его его переодевать чтобы не потерять как бы вот и или же далее и снова делаю и следующее добавление делаю через три ряда то есть это довязывая до конца изнаночный лицевой изнаночный и в лицевом опять делаю три петли из одной хочу вам показать 7 раз я сделала здесь прибавление 1 2 3 4 5 6 и вот седьмой раз надеюсь вам видно ну если даже и не видно то пишем здесь 7 раз по 2 петли это 14 петель то есть 7 петель ушло сюда 7 петель ушло сюда всего на этом этапе 135 петель так сейчас сто тридцать пять петель это ориентировку далее высота сейчас на данном этапе у нас составляет 12 12 сантиметров вот так вот я обозначу значит здесь у меня 12 сантиметров я вам схему потом перерисую это ровного вязания я потом нарисую красивую это сейчас просто мы вяжем и рисуем по ходу а потом я перерисую красивую теперь мы здесь все больше ничего не делаем здесь мы добавили 14 петель 7 раз вот так вот вывязали по 3 теперь мы будем сокращать как так как мы добавляли здесь по одной петли здесь мы будем теперь сокращать по одной петли после кромочной провязывать по 2 вместе в начале и в конце лицевого ряда значит кромочную снимаем здесь лицевой провязываем две вместе понятное дело что узора никакого здесь мы не вывязываем вывязываем узор далее как-то продолжаем основной узор сокращаем будем только в лицевом ряду изнаночный провязывать по узору так и довязываем до конца ряда здесь остается 3 петли 2 из них мы провязываем вместе лицевой и кромочной изнаночной далее идет изнаночный ряд который ничего не делаем и в лицевом ряду точно также сокращаем по одной петли одну в начале одну в конце и так далее в каждом лицевой ряду делаем сокращение и так я провязала вот столько смотрите видите сколько я закрыла достаточно много 17 раз каждой стороны 17 петель закрыта вот здесь 17 и на этом давайте продлил он у нас вот так вот длиннее и на этом этапе вот сейчас здесь уже ровно ничего не делалось у меня осталось сто одна петля вот далее я продолжаю взять ровно уже не делаю никаких убавлений вяжем ровно все сто одну петлю вяжем ровно высоту сейчас еще и вами измерить высоту сколько это ориентировочно 22 сантиметра было у нас 12 еще 10 мы провязали всего 22 сантиметра вот и сейчас мы вяжем ровно и так девчонки сколько же я провязала ровно должно быть я так предполагаю сантиметров 10 вот смотрим было у меня 22 32 вот еще 10 сантиметров я провязала здесь ровно вот у нас как какое красивое число получается 10 сантиметров 101 петля и далее я обозначила 51 петлю то есть она отсюда 51 и отсюда 51 потому что у нас 51 петля и теперь мы будем делать вот здесь вот сокращения нет неправильно нарисовал вот так вот по 3 провязывать по 3 петли здесь мы добавляли а здесь мы сокращаем вот сейчас я вам покажу так обычным способом то здесь мы начнем продолжаем все вязать только по центру это наша макушка мы будем делать сокращение в каждом лицевом ряду изнаночные будем провязывать без изменений так вот дошла я до обозначенной петли 51 одну петлю справа одну слева и 3 вместе просто провязываем и вот она вот это вот центральная петля следующем лицевом ряду я провяжу вот так вот 3 вместе это петля всегда будет по центру изнаночный ряд вяжем без изменений и так мы продолжаем в каждом лицевом ряду провязываем по 3 вместе по центру вот они мои сокращения их прекрасно видите видно вот она дорожка 14 раз я здесь сократила ну 1 и 1 то есть по 2 петли как бы сокращено теперь все это все это все если смотреть вот так вот в разложенном виде то это и выглядит вот так вот здесь у нас пошли сокращения сейчас закрою петли и я вам покажу и сразу все станет понятно значит что я сейчас делаю я сейчас довяжу до вот этой вот петли которая у нас разделяет эту деталь напополам но только лицевыми петлями мы сшивать будем крючком поэтому узор я уже не делаю просто вяжу до средины лицевыми петлями так вот я провязала вот эти вот петли эти у меня остались здесь и вот она одна центральная петля теперь я беру крючок вот снимаю эту петлю которая вот она центральная и теперь буду брать с каждой спицы по одной петли и провязывать так провязывать все три вместе снова на крючке осталась одна петля беру одну петлю отсюда отсюда и провязываем вместе ну то есть сшиваю это все дело как раз вы знаете уходит у меня ровно один моток на этот капюшон или шапка как его шапка капюшон наверное называется вот и все последние петельки теперь вот эту нить я продену сюда и далее осталась нам обвязка сейчас будем делать можно конечно обвязать крючком дабы не заморачиваться но я решила сделать такую оригинальную обвязку сейчас все вам буду показывать так сейчас я вам покажу сама деталь какой она формы вот если вдвое то вот он у нас наш капюшон имеет вот такую вот форму да вот видим вот этот скос здесь у нас скос который мы добавляли здесь который убавляли теперь значит для обвязки я беру вот такие вот две спицы маленькие носочные для удобства девчонки обвязывать начинаю вот затылка и по кругу по всему краю значит обвязывать будем очень интересно это я сейчас придумала сейчас возможно мне ничего не получится 4567 петель я набрала значит сделаем узелок значит ободок из 7 петель я хочу чтобы он у меня закручивался в вальчик поэтому вязать буду чулочной гладью и первый ряд я вяжу изнаночными петлями первую петлю сняла и далее вяжу пять раз два три четыре пять и осталась одна кромочная я переснимаю и буду цеплять за вот эти вот петли петли набора так одела петлю вернула кромочную все поймете девчонки и провязала их изнаночными 2 вместе петлю как бы валика и петлю капюшона провязала 2 вместе повернула работу здесь первую петлю я снимаю далее вяжу лицевыми пять петель три четыре пять кромочной изнаночной видите я хочу чтобы вот эти вот 7 петель у меня закрутились в вальчике так поворачиваемся так третий ряд снова изнаночные петли первую петлю снимаем провязываем 5 изнаночных и опять последнюю кромочную переснимаем одеваем следующую петлю и провязываем их изнаночной вот таким вот образом мы присоединяем лицевыми петлями четный ряд нечетные изнаночными и в нечетном изнаночном ряду мы присоединяем и так по кругу мы обвязываем таким вот образом по кругу такой вот полосочкой так вот следующее так вот значит что еще хочу сказать что здесь по низу у нас видите я попробовала через одну она стянуто получается не катит в каждую лицевую так как узор у нас таком достаточно такой растянуты здесь мы делаем из каждой петли как бы подцепляем здесь вот доходим до вот этой нити набора и далее у нас уже идут кромочные здесь же мы делаем цепляем за каждую кромочную здесь она уже совсем просто видите их хорошо видно кромочные и мы цепляем 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 даже даже вяжем пока не довяжем сюда вот прям по кругу по кругу вот хочу вам показать промежуточные так вот так вот выглядит этот валик видите он закручивается вот чулочная гладь закручивается и по итогу получается вот так вот красиво выглядит отделка еще покажу вам как я цепляю за кромочную чтобы уже совсем все было понятно то что идем по краю по кругу это я думаю понятно ничего здесь так вот смотрите последняя кромочная ну да кромочная на этой полосочке и кромочную изделия я ее одеваю прям за обе ниточки потому что если за одну будет вытягиваться за обе и провязываю изнаночную и вот таким вот образом передвигаюсь к нашему стыку вот где начинал довязала я по кругу сейчас я не буду закрывать петли я просто отрежу нить оторвала и сошью просто сзади это все дело сошью вот теперь мне нужно продеть вот эту нить спрятать все девчонки еще в это чуть подровнять это все дело думаю намочить сложить пуговицы 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 девчонки меряем уже по себе как нам то есть расположение пуговиц одеваем на себя благополучно и меряем так как мы хотим вот этот запас регулируем по себе запах запах то есть чтобы вам не не дуло чтобы здесь все села до ближе дальше в общем на ваше усмотрение вот здесь вот вы регулируете сами это все дело ой еще за забыли опять и опять ли хочу вы мне не говорите века ты забыла петли вот для начала сделаем девчонки петли для этого нитья складываю вдвое видите какая пуговицы я пришиваю и с изнанки вот но вот этой вот как бы части таким вот образом цепляем и вяжем буквально пару стежков здесь сделаем вот теперь то есть закрепили делаем петлю 1 2 3 4 5 6 хватит отступаем буквально пару сантиметров вот она петля 2 сантиметра и отступил теперь передвигаемся чуть дальше сейчас я все вам измерю еще немножко так сейчас скажу сколько 5 сантиметров где-то визуально между нет не 5 4 между петлями и делаем еще раз 2 3 4 5 6 и отступаем 2 сантиметра и закрепляем два стежка буквально больше не надо вот с изнаночной стороны у нас расположены эти петельки вот они наши петли девчонки посмотрим по сути они расположены до вот этой вот части до скоса вот здесь вот на этой ровной части и немножко зашли сюда и теперь пришиваем пуговицы и все наша шапка волка готова спасибо екатерине волковой екатерина как как думаете вернее поправьте меня если она не катя которая якобы придумала эту шапочку ну а мы ее адаптировали под вязание вот пуговицы опять же девчонки не смотрите у меня шапка я ее слепила из того что было благодаря карантину вроде бы у нас уже все уже с понедельника будет нормально не знаю посмотрим решают еще должно сказать что жесткие меры в чехии помогли уменьшилось количество однотонная мне кажется будет лучше но опять же я делала из того что есть у меня меня же нужно использовать ту пряжу которая у меня есть вот я ее и использовала вот вторую пуговичку и все девчонки вот такая вот ничего сложного не не бойтесь кажется что там супер супер сложная схема на самом деле начните вязать и все будет понятно ничего там сложного нету зато удобно я люблю такие вещи уютные еще неизвестно какая зима нас ждет да вот поэтому и тем более из одного мотка это же совсем ничего очень даже бюджетненько и к тому же эта пряжа не стоит дорого она достаточно бюджетная поэтому так все девчоночки на сегодня все такая вот шапенция у нас вот капюшончик капор шапка ну в общем вот она вот она вот она с вами была Вика из школы рукоделия всем пока 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 вот и с